Только что солнце село в тучку, и вряд ли удалось сидеть в море, потому что только что удалось село в тучку. Здесь проживают блестяшки прекрасные, спасибо большое, это нам не надо. Очень много людей пришли посмотреть на закат. Мне очень нравится эта непосредственность. Все хорошо здесь в Кавалабе. Закат в Кавалабе, прекрасный, очень красивый. Вот, есть такая традиция, я много раз ее замечал, сидеть и деться в одежде прямо, на закате, в океане, им очень нравится. А вот этот чувак им пытается продать фото, причем, ну как фото, он сфотографировал на фотоаппарат, и потом распечатает им на цветном лазерном принтере. Ну, они, не покупаешься, эти женщины, они полосцы, да, не дадо им это. Они понимают, что это какой-то развод. Вот, идет, и здесь есть полиция, здесь такая, пляжная полиция, которая говорит, не ходите на закате в воду, поцепи гады, приплывайте, 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 скаты и прочее. Очень красивый момент, как его описать, все люди знают, слова видевозможны. Можно только увидеть глазами, и можно только присутствовать, потому что какое бы прекрасное видео у меня сейчас не получилось, не понять со стороны, как это здорово, вот этот закат на пляже Кабалам, с этими всеми индусами, привет, в этой всей красоте, все тебе в себе, воздушно без бейби, которые здесь, в небе, над нами парят. Все тебе в себе, прекрасными людьми, просто прекрасный закат на пляже Кабалам, на маленьком, есть большой пляж Кабалам, где много белых, есть маленький, где вот эти индейцы отдыхают. Закат, мне кажется, для них какая-то сакральная история, не просто вот селфи на закате и что-то такое. Потому что, ну, мы тоже русские смотрим, закат нам красиво. Привет, привет, привет. Просто посмотрите на них. Это трудно описать словами, это трудно увидеть на видео. Птичка прилетела. Но это все есть здесь. За этим, в принципе, и стоит ехать в Индии. Именно за этим. А вот весь этот ваш гад, вот, что я тебе говорю, гоа-транс, вот это все, наркотики, где-то написано по-русски, больше продается в Пельбеде. Я вдух собачий. Здесь, правда. Здесь, в другой Индии. Солнце село в туче. Но все равно, согласитесь, неплохо. Что-то есть вот такая. Это такая радость и такое счастье. Закат и Кавалави. Не был здесь никогда. Самый верх Кавалама. Почему он никогда сюда не забредал, непонятно. А тут хорошо, красиво. Хороший вид, кстати. Вот это такой пляж Каваламге. Мы сидели какое-то время и там в основном белые тусят. А вот здесь, если посмотреть, там заказ встречали в основном хинди, индусы. Кавалам бич. Рекомендовать вам это или нет, я не знаю. Тут как бы на любителя. Вот там в желтой майке береговая охрана, которая после шести вечера говорит, уходите после заказа все говорит, уходите. Потому что приплывают из моря всякие морские гады. Опасные. Ну, элитические скаты, медузы. Проще вся конечность. Вечером демоны, короче, демоны приплывают ночью из океана. Вот эта часть Кавалама, это такая европейзированная часть. Здесь много ходит людей, которые приехали на Аюрведу. В переводе из Индии, Кавалам, рощи, кокосовых пальм. Ну, и главный аюрведический курорт в Индии. Сюда приезжают люди лечиться от всех болезней с помощью специальных травок. И знающие люди, я в общем, доверяю этим людям, говорят, что это помогает. Это хорошо. Ну, в основном, конечно, европейцы приезжают лечиться очень поздно. Надо вот в моем возрасте, вот я не лечился, но приезжать вот в это время. Потому что потом они уже приезжают бабушками. Вот такие примерно. И уже долечивают то, что у них в жизни осталось. Кавалам бич прикольно, хорошо, чтобы отдохнуть. Это хорошее место, нам очень понравилось. Не зря здесь у него крестился по-индуйским обучаям гребетчиков. Хорошее место. И океан. Индийский океан. А какой еще может быть в Индии? До свидания, друзья мои. Ну, и другие френды. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok